Привет всем, здравствуйте! Начинаю так, с близкого ракурса, потому что в инстаграм сейчас поняла, что лучше так заходить в прямой эфир, когда ты сразу выставил макро. Сегодня мы продолжаем тему брендового маникюра, новых пластин, и сегодня я хотела бы сделать это с помощью бокса Coco Chanel. Бокс называется Gabriel, посвящен он знаменитому модному дому, больше даже не модному дому, а именно Coco Chanel, а так как ее звали вообще на самом деле Габриэль, поэтому мы и бокс назвали Габриэль. И да, у нас в продаже завтрашнего дня уже на Эмми Шоп появятся новые пластины, их три штуки. Граффити такое, причем часть сюда включили самые популярные с предыдущих слайдеров осенних, ну кто-то узнает. У нас здесь вот есть Микки Маусы, пару газет, пару абстракций в стиле граффити. Кто вот прям соскучился по этим слайдерам, потому что мы их тогда не стали перепечатывать, вот мы их решили сделать сейчас в пластине. Вот. Вторая пластина тоже классная, называю психоделические здесь принты, классные рваные колготки, зебра, леопард, питон, рептилия и пара абстракций. Расскажите, пожалуйста, каким держателем камер вы пользуетесь. Ну ладно, сейчас. Я даже фильтр не буду включать, чтобы не испортить вид камеры. Смотрите, у меня обычный держатель, который куплен на Алиэкспресс. Вот видите, какая штучка здесь. Тысяча, тысяча, тысяча. Здесь, видите, держатель обычный, как у лампы. Видно? Ой, ой, мне неудобно снимать. Вот, на Алиэкспресс покупал мне мальчик, айтишник наш. Ну, они бывают белые, бывают черные. Итак, я знаю, что у нас еще на остатках там где-то штучек 50 осталось Габриэль боксом. И я такая думаю, ну раз есть еще на Эми Шоп, значит, надо им поработать, потому что там очень классные цвета, которые подходят, во-первых, под вот эту пластину, которую третью я не показала. Блин, без фильтра капец, конечно. Моу! Я еще и не накрасилась сегодня с утра, ну ладно. Ну, было хоть накраситься. Видите, у меня вчерашняя тушь такая тут. Ну, бывает. Видите, вот, когда дома работаешь, вот этот недостаток. Когда ты работаешь дома, тебе впадло расчесаться и накраситься, потому что фильтры в Инстаграм нормальные и краситься не надо. Но я сейчас, видите, перестала фильтрами пользоваться в прямом эфире, потому что эфир тогда жестко тупит. Жестко тупит. Итак, бокс Габриэль сегодня. Почему? Потому что я увидела, что сейчас на Эми Шоп есть еще чуть-чуть и не знаю, дистрибьюторов у кого-то осталось или нет, но на Эми Шоп точно есть. Там очень классные цвета, во-первых, подходящие под эту пластину. В эту пластину я также включила пару вариантов с этих слайдеров, которые входят в бокс. Ну, и, конечно же, там украшения, броши. Вот эти броши, которые все хотят, чтобы мы их выпустили отдельно от бокса. Вот. Но мы пока бокс... Знаете, идея бокса в том, что это лимитировано. И вот не хочется эту идею нарушать. Я, конечно, со многими обещала, что мы подобное что-то сделаем, потому что прям точно такие же броши, конечно, не хотелось бы. Хотелось бы, чтобы они в рамках бокса остались. Так, ну ладно. Значит, сейчас показываю, какие сочетания. Так, у нас очень хорошее сочетание. Это, конечно же, такое все серо-белое, черное. Сейчас я верну телефон на место. Вот так вот. Сейчас я покажу, что же у нас входит в бокс быстренько. И начнем работать с вами со стемпингом. Да, работа дома расслабляет. Это капец. Итак, я сейчас быстро покажу, что в бокс входит, потому что я-то его уже весь растрепала. И он мне такой недоварный совсем вид имеет. У меня здесь есть небольшое видео, маленькое. Вот, смотрите. Здесь получается 4 гель-лака. И вот как раз видно, что идет серый гель-лак, нюдовый гель-лак, нюдовый гель-лак и розовый гель-лак. Они с шиммером красивым, золотистым, серый и темно-синий, эмалевые. Вот. Здесь идет фоновые 4 слайдера. Вот они плоскостные. Вот раз, два. Вот как раз с черного и с белого слайдера отсюда пару вариантов взяли и вставили в пластину. Поэтому у кого вот эти фоновые быстро закончились, имейте ввиду, вот эта пластина, она идеальна теперь для брендового маникюра. И вот они пошли. Объемные слайдеры, стекло. Они реально как брошки смотрятся. Идет 3 матовые фольги. Я очень много провела эфиров, как делать вот эту ткань Шанель при помощи матовой фольги. И стразы, и клепки серебряные. Я, кстати, недавно клепками работала. Тоже очень классно дополняют брендовый маникюр. И сюда входит электронный дайджест. В электронном виде вы можете брать в хорошем качестве все фотографии мастер-классы и выкладывать себе на свой аккаунт. Так, ну а мы с вами дальше начинаем делать стемпинг. Прекратить публикацию. Так, ну и я хотела бы сегодня помимо Шанель еще и Версача успеть показать. Хочется, потому что тут вариантов очень много на самом деле можно сделать с этой пластиной. Итак, поехали. Первый цвет мы возьмем серый. Называется он Allure. Вот, кстати, я с клепочками работала. Сейчас можно что-то подобное сделать. Я очень люблю клепки. Из клепок получаются классные пуговицы, такие украшения. Сейчас покажу, что-то сделать, как этот эффект. Так. Я тут, кстати, Гуччи делала. Но это я хочу показать в среду. Гуччи с вами будем делать в среду. В чем-то классно. Гуччи подойдет коллекция новая. Осень-зима гель-лаки. Вообще супер получается. Там прям три оттенка Гуччи. Даже четыре оттенка. Предлагаю сделать, наверное, просто однотонное покрытие сейчас. Сейчас сделаем в один слой. Не будем два слоя делать. Сушим. Дальше клетку предлагаю двойную сделать. Очень прикольное вдохновение. Можно пока получить с показа. Сейчас я вам покажу этот показ. Это, правда, старый показ, но все равно. Здесь очень классное сочетание гусиной лапки и клетки. Мне очень нравится. Здесь как раз есть оттенки серого, белого, такого припыленного, коричневого. И мне очень нравится делать по такому принципу клеточку. Так, смотрите, как я делаю. Берете либо коричневый лак. Я возьму Эмпасту. Ну, во-первых, потому что у нас нет лака коричневого. И, во-вторых, я хочу сделать такой, знаете, полупрозрачный эффект. Вот полупрозрачный эффект. А полупрозрачный эффект хорошо получается красками гелевыми. Поэтому я возьму краску Эмпаста Каштан. Она как раз перламутровая. И при стемпинге, конечно же, она ляжет полупрозрачно. Это особенность Эмпасты. Так, ладно. Мы сегодня опять продолжаем. Видите, вот эти я все пластины откладываю пока в сторону. Потому что в ближайшие месяцы я так чувствую, что будем работать только в сочетании с пластинами. Так, вот она наша клеточка. Особенность краски гелевой. Она не предназначена для стемпинга. Правильно, Эмпаста? Она для чего? Для росписи. Вот она для росписи. И, соответственно, в такой тонкий слой она не ляжет плотно. Она даст полупрозрачный эффект. В принципе, мне это как бы и нужно. Мне это как раз и нужно. Все, подсушили. Здесь, в принципе, можно на диспрессионную пленку. Прям гель-лак она здесь сухая. Несколько заходов сделали. Она сейчас будет полупрозрачный эффект давать. Видите? Полупрозрачно ложится. Сушим. Остатки можно протереть влажной салфеткой. Вот. Я очень люблю просто на... Вот так вот еще на бумажку снимать. Вот. На бумагу любую. Не знаю. Вот туалетная бумага. Бумага от... Не знаю. Тетрадная бумага. Можете вот так сполимеризовать просто. И потом, вот у меня, видите, у меня тут и скотч. Я очень люблю все равно скотчем работать. Меня почему валик этот раздражает? Мне вечно куда-нибудь приклеится, зараза. Вот. А здесь, видите, он у меня... Ой. Под рукой этот скотч. У него так висит всегда. И все. Очистили. Подсушили. И теперь наносим Teclas. И теперь наносим Teclas. Потому что дальше я хочу работать лаком. Видите, Эмпаста не может ярко лечь. И вот когда вам нужен такой рисунок не яркий, то в этом случае вы берете краски гелевые. Например, Аня Аколот. Это эксперт Эми онлайн. И стемпинг тоже у нас записан с ней. Она, наоборот, больше любит работать красками гелевыми. Я люблю больше работать лаками. Вот. С красками гелевыми тоже легко работать с одной стороны. Вот. Но с другой стороны не так уж и просто, как кажется. Там есть две техники снимания. Вот лака и краски гелевые. Они отличаются чуть-чуть. Вот. Они чуть-чуть отличаются. Ну, там буквально чуть-чуть. Лак мы снимаем перекатывающими движениями. А краску гелевую снимаем, четко отпечатывая перпендикулярно, держа относительно пластины. Штампик. Все. А теперь возьмем лак. Лаком, я считаю, что легче работать. Вот. Но если вы новичок, вас, конечно, накрывать будет жестко от лака. Потому что лак требует большой сосредоточенности и чуть-чуть опыта. Потому что одно лишнее движение. Вы чуть-чуть замешкались и все. Прости-прощай. Лак уже высох. Вот. Поэтому мешкать нельзя. Все должно уже быть приготовлено к лаку. Эфир сохраню, девчонки. Вот я в субботу эфир провела, в воскресенье уже выложила. Тоже очень красиво. Я показывала Dior. Вот, кстати, сейчас прямо аж хочется показать. Мне так нравится. Я вчера кучу рилсов наснимала с этим Dior. Кто видел? Смотрите, какая красота получилась. Эфир уже есть в ленте. Я его вчера выложила. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста. Какая красота получилась? Какая красота получилась? Какая красота получилась? Так что, кто эфир в субботу пропустил, он уже есть в ленте. Так, все приготовили. У меня, видите, бардак. Стол маленький. Мне очень тяжело сейчас работать. Вот здесь можно чуть-чуть перебрать. А, я же хотела по диагонали сделать. Сейчас мы так и сделаем. По диагонали. А здесь я, наверное, возьму, может, какой цвет бежевый. Сейчас я посмотрю. В принципе, хорошо будет. Либо черный можно было бы сделать. Этот угол оставить пустым. то я забыла. Да, пусть беленький будет. Сушим. Так, по поводу декораций я поняла. Мне вчера уже этот вопрос... Ой, позавчера вопрос этот уже задавали. Кстати, красивые цвета. Давайте я сейчас покажу, какие цвета у нас здесь. Цвета вкусненькие. Особенно вот те, которые с перламутром. У меня здесь, конечно, самый любимый это розовый. Я сделала себе аж два маникюра с этим розовым. Вот недавно у меня клиент был. Прикиньте, я обслужила клиента первого. Меня очень сильно, конечно, упрашивали долго. В итоге я согласилась сделать наращивание человеку. Смотрите, какой эффект красивый. Обожаю вот этот нюдовый. Он называется Коко. И розовый Манмуазель. Смотрите, как красиво. Обалденные два цвета. Вот таких цветов всегда не хватает. Потому что в основном либо эмали продают, либо полупрозрачный, шиммерный. А здесь эти два цвета. Они и плотные, эмалевые. И у них очень красивый шиммер. Дальше в бокс Габриэль входит вот такой эмалевый синий классный. Для осени. Вообще, когда бокс выпустили, я как бы понимала, что этот бокс больше не для лета. Но другого времени не было его выпустить. Поэтому выпускали его в июле. Он больше вот сейчас для клиентов, которые у вас сейчас будут осенью обслуживаться и зимой. Вот это гамма бокса Габриэль. Чем выгоден бокс? Тем, что, во-первых, там, ну, понятно, часть элементов, они идут бесплатно. Вот. И цена получается выгодная очень. Ну и плюс там классное готовое решение. Это для тех, кто любит заниматься творчеством. Кому вот интересно повозиться. И как инструктор Лего собрать свой дизайн. Вот прям вот, чтобы он только был ваш свой. Смотрите, по идее здесь не нужно было бы сейчас перекрывать ничем. Да, потому что поверхность гладкая. Но я, видите, взяла, в последний момент решила гель-лак добавить. Мне нужно сейчас поверхность выровнять немножечко. Поэтому я Teclas использую. Давайте я вам сейчас еще раз клеточку покажу. Видите, на заднем плане идет полупрозрачная, не ярко выраженная клетка коричневая. А на переднем плане идет черненькая. И вот можно сделать темно-серый цвет. Да, вот как у меня вот здесь темно-серый цвет. Я здесь сделала. Либо вариант, как вот здесь у меня светло-серый. Ну, тоже на любителя. Кто-то любит более темный мышиный цвет серого. Кто-то любит вот более такой белесый. Потому что в боксе он идет более светленький. И как раз в боксе у нас есть клепки. Вот они нам сейчас пригодятся. Клепки, стразики. Так, где мои клепочки? Я очень люблю клепками работать. Поэтому, когда у меня брендовый маникюр, я обязательно беру шармиконы линии. Нам сейчас пригодятся. Так, сейчас я найду, девочки. Здесь же бардак такой, что просто несусветный. Сейчас мне надо разгребсти, и я найду клепки. Куда я их делаю? Есть еще очень много вот таких шармиконов. Я их, наверное, в сторис сегодня выложу и под описание напишу. Вот которые нужно для брендового маникюра обязательно брать. Это вот такая логомания. Видите, отдельно буквы Диор есть. Кругляшки Диор типа а-ля Валентина. Вот такие украшения Ван Клифф. Вот такие ленты отбивочные с логотипом. Просто ленты. Это вот все для брендового маникюра идеально. Но она, так как мы сегодня хотим боксом поработать, пригодятся вот эти украшения. Вот как раз мы сделаем сочетание, наверное, вот этих черных лент. Вот эти брошки. И где мои клепки из бокса? Катя, ну когда же ты порядок начнешь наводить за собой? Я тебе не могу в порядке работать. Ну что, все без клепок сегодня, девочки. Что ж за облом-то такой? Ладно. Прошу прощения. Клепки не смогла найти. Сейчас уверена, эфир закончится, и я их найду. Посмотри под столом. Слушай, Корнецкий, спасибо тебе большое. Я смотрю, конечно, себе под стол. Но вот я их там не вижу. Максим Сергеевич меня смотрит. Смотрите, это мой зятёк. Руководитель Эми Прага, головной офис. Максим Сергеевич, ты видишь, продаю бокс сегодня Габриэль. Новые пластины. Девочки, кто спрашивал за европейский офис? Давайте зададим вопрос сейчас европейскому офису, когда у них будут пластины для стемпинга новые. Кстати, боксы у них только недавно появились. Поэтому, кто из Европы, имейте в виду, что у них они в наличии есть. В Праге у нас, к сожалению, видите, из-за декорации боксы будут позже выходить. Вот, поэтому вот боксы... Ну, в принципе, в Праге я считаю правильно. Боксы вышли осенью, тогда, когда положено Габриэль было выйти. Вот, потому что это больше такая осенняя коллекция. Так... Угу... Суши... Ну, сейчас мы сделаем брушки всевозможные. В Праге уже есть бокс Габриэль. Только что сказала. Смотрите, в Праге он уже есть. Вот я недавно девочкам из Южного Кипра, из Германии, дистрибьютором, мы ногти с ними делали. Как раз Габриэль к выходу бокса. Вот, поэтому в Праге-то как раз Габриэль уже появилась. Так... Так, мне уже пора ногти новые делать. Эти ногти я ушатала, конечно. Эти ногти я ушатала. Украшения берегите. Не делайте все 10 сразу одному клиенту. Делайте парочку на одному клиента. Там 4 штучки. Сайт у Праги. Смотрите, если вы находитесь в стране, где есть дистрибьютор, то там идет сайт дистрибьютора. В любом случае, вы заходите на общий сайт, это amyschool.com. Так, вроде правильно я сказала, amyschool.com. Заходите на этот сайт, выбираете нужную вам страну, и вас либо перебрасывает в головной офис на сайт Праги, либо вас перебрасывает на сайт дистрибьютора. Все будет зависеть от наличия дистрибьютора на данной территории, где вы находитесь. Так, знаете, что просится? Хочется взять вот здесь черным, вот эту часть все отбить черным. Ну, понятно, что если бы я делала это на клиенте, так не делается последовательно. Надо было изначально мне сделать вот эту всю часть черную. Я только сейчас это увидела. Вот, будет хорошо. Вот. Вот так лучше. Хотела вам показать, как с клепками делать пуговицы, но уже тогда в следующий раз. Видите, я уже все пережила, не могу понять, куда клепки делали. Делайте все десять сразу, не слушайте. На каком сайте, девочки? Сайт? Эйми, сейчас я напишу. Эйми. Эйми. С. У. Точка. Ком. Ком. Смотрите, написала. Ой, ну, с дефисом. Блин. Ну, Катя, нет на сайте в Праге бокса Габриэль. Вот Максим Сергеевич, смотри. Я просто знаю, что он есть. Ну, может быть, на этой неделе появится. Мы на той неделе ногти девочкам делали. Может, я что-то перепутала. Может, не на той неделе, а на этой неделе. Тогда напишу. Напишите мне этот вопрос в директ, чтобы я вам точное число написала, когда на сайте именно Праге будет. Так. Ну, постарайтесь жирно не наносить теклос, а потом еще отдельной кисточкой вот здесь вот подснять топ, чтобы брошка прям вот торчала. Она держится, кстати, очень хорошо. Ничего с ней не будет. Сушим. Вот такое еще классное сочетание. Видите, когда клетку сделали, по центру сделали отбивку черную. Коко Шанель и брошь. Тоже прикольно. Все, я услышала. Джулилика. Увидела, что ты пишешь. Сейчас пойду спрашивать. А из какого ты города, скажи мне. Так. Еще сегодня я хотела показать Versace. Вот у меня здесь тут типсик завалялся. Но я еще с Versace хочу прям поделать много вариантов. Это самый простой, примитивный я сделала. Сделала с тенью и с втиркой. Вот, если посмотреть, здесь есть втирка и вот такая легкая тень вокруг эмблемы. Для этого мы с вами покрываем черным. С пигментами работать это, конечно, не с первого раза получится. Смотрите, есть пигменты, которые умудряются прилипнуть даже на хорошо покрытую топом без липкости. Даже зашлифованную. Вот поэтому стараться лучше брать мелкозернистые пигменты. Но у меня так, видите, я здесь сейчас нахожусь в Праге. У меня нет всего под рукой. У меня оказался пигмент. Это номер... Так, где он у меня номер? Сейчас крышку. Господи. Короче, неважно какой... А, вот она крышечка. Хорошо. Смотрите, он крупнозернистый. И вот с таким пигментом, с одной стороны, хорошо работать, потому что они блестят сильнее. Но он прилипает ко всему. И идеально прям прилипнуть только к рисунку здесь не получится. Он чуть-чуть будет все равно оставаться даже на запиленной, зашлифованной поверхности. Но, в принципе, это не видно. Видите, когда топом перекрываем, этого уже не видно. Вот. Поэтому, так как у меня ничего под рукой нет, я бы взяла другой золотой пигмент. У нас есть он. Он идет с мелкой дисперсией. Вот этот, видите, крупный. Ну, за неимением другого будем делать с этим. Вдруг у вас точно так же. А еще классно купить где-нибудь пигменты, которые с металлическим эффектом. Которые как хром идут. Вот. Они тоже как вот наш текстон ложатся. У нас просто в ассортименте их нет. Потому что мы стараемся сейчас ассортимент декораций пигментов и глиттеров сокращать. Вот. Потому что соперничать с Алиэкспресс бесполезно и с Китаем. Вот. Поэтому покупайте там. Для стемпинга лучше покупать мелкозернистые пигменты. Мелкое зерно, чтобы было. Тогда будет хорошо все. Сейчас мы делаем с вами однотонное покрытие черное. Черненькое. Дальше я перекрываю ультрашайном. Это топ без липкости. Вот если бы был другой пигмент, мне было бы достаточно перекрыть просто ультрашайном. И тогда после двух минут ни один пигмент не прилипнет. Вот. Но так как у меня видите крупный пигмент, он прилипает сволочь даже к ультрашайну. Поэтому я сейчас сушу ультрашайна, а потом еще его и шлифую. Вот. То, что у меня ничего по другое другого нет. Здравствуйте. Марафон будет еще. Марафон. Надо провести марафон. Да. По дизайну. Я такое люблю проводить. Хорошая идея. Я подумаю. Так. Перекрываем. Для пигмента вам также понадобятся импасты. Я возьму, намешаю такую светло-желтенькую импасту. На ней золото будет хорошо смотреться. Вот. Это получается у нас yellow corn и white raffinate. Yellow corn и white raffinate. Это тоже краски без липкости. Сушить их нужно до 10 секунд. Не больше. Для пигмента. Можно, в принципе, взять краску гелевую. Краски гелевые обычные. У них вообще плотности не хватает для стемпинга. Вот. Если импаст еще как-то. Вот. В принципе, можно взять краску гелевую. С ними удобно. Потому что у них дисперсия. Прям дисперсия. Вот. Можно было бы взять альпин сноу и сани. Это я слово не выговорю. Солнечный лютик по-английски. Вот. Ну и я буду импастами работать. Намешаем сейчас светло-желтенький цвет. Вот. Что-то я многовато. Надо в палитре это намешивать, чтобы не расходовать зря импасту. Все. Намешали светло-желтенький. Берете любую кисточку. Так, где наш Versace? Мы второй день работаем опять пока что новой пластиной для брендового маникюра. Потому что пока я все варианты не сделаю, я не успокоюсь. Поэтому пока что терпите брендовый маникюр. Надо Аню Аколот попросить, чтобы она нам эфир на моем аккаунте провела с другой пластиной, которая как граффити. Так. Все. Приготовили. Вот эти три. Раз, два, три. Это все к Versace относится. У Versace самые популярные принты. Это леопард с зеброй смешанный. Вот. И вензеля. У меня уже все декорации с Габриэль закончились. Жалко, что их отдельно купить нельзя. Вот. Ну, я обещала, что туда ближе к середине осени, сейчас только начало осени, я сделаю другие броши в стиле этого бокса. Вот. Поэтому броши будут, но чуть-чуть попозже. Потому что нам нужно сейчас еще допродавать бокс, потому что Прага только начинает их продавать, эти боксы. Россия уже почти закончила, я поэтому сегодня и работаю. Потому что в российском офисе их осталось на остатках там около 50 штучек. Вот. Поэтому мне разрешили ими пока поработать. Вот. Тем более у Праги они только в продажу поступили эти боксы. Ну, как я и сказала, пигмент настолько капризный, вот этот крупный. Ну, он любой крупный такой, капризный. Он сейчас у меня прилипнет даже к запиленной поверхности. Вот. А уж что говорить просто о топе без липкости. Все равно прилипает к нему сильно. Вот. Ну, у меня, видите, выхода нет. Я хочу сделать с пигментом, а здесь я не привезла весь ассортимент. У меня здесь не все. Так, сделали. Ну, понятно, что торопиться, например, с краской гелевой не обязательно, да? Потому что она не сохнет. С ней удобно. Ну, у нее все равно есть особенность, смотрите. Особенно вот это я сейчас зашлифовала поверхность, да? А, например, если просто по поверхности из топа без липкости, если будете долго копошиться, импаста начинает сворачиваться на поверхности топа без липкости. Вот, поэтому не копошитесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну, типа 11, ладно. Берем кисточку. Покупайте любую кисточку дешевую где-нибудь. У меня, правда, не дешевая, у меня Эми. Вот, но она у меня просто новенькая. Видите, и сухая абсолютно. И такими нежными движениями начинаете втирать. Да, новые пластины. Корнецкий. Я что, людей обманула в начале октября? Ну, капец, конечно. Максим Сергеевич, это очень поздно, понимаете? Я тут рекламирую Габриэль для Европы. Ну, терпимо. Видите? Так. Все. И кладете в лампу. И кладете в лампу. Видите, нужно было в перчатках работать со стемпингом. Я уделала все ногти. Жду с нетерпением новый осенний бокс. Да. Кто Прага, кто Европа, у вас получается, видите, в начале октября. Ну, вот так вот. Знала бы, сегодня не делала с этой коллекцией, с боксом. Тогда надо отложить эфиры с боксом, не показывать его. Так, перекрываем финишем, например, теклосом. Любые пигменты подойдут. Просто у меня, видите, золотого пигмента нет другого, и мне приходится работать над этим крупнозернистым. А он не совсем для втирки подходит. А он не совсем для втирки подходит. Теперь беру этот же теклос. Чуть-чуть черненького гель-лака. Чуть-чуть черненького гель-лака. И делаем вокруг тень. Чтобы подчеркнуть вот эту эмблемку. Ну, можно сначала полупрозрачно. сделать. Сушим. А потом чуть-чуть потемнее сделать. Так. 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 Все. Мне надо заканчивать, потому что мне нужно бежать в ВКонтакте. Сейчас буду все-таки работать Габриэль, потому что у нас была тема заявлена. Но покажу немножко другой вариант, потому что просили не делать совпадений дизайнов. Еще раз напомню, у нас вышло три новые пластины. С завтрашнего дня они появятся на emyshop.ru. У многих дистрибьюторов они уже есть в наличии. Вот раз, два и третья, третья где-то, моя любименькая, вот она. И третья пластина. На emyshop завтрашнего дня. Не пропустите. Ну и обязательно еще вывешу у себя в сториз. Всем большое спасибо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok